Взвешивание и битвы взглядов Представляю вашему вниманию 25 самых диких ситуаций, когда все вышло из-под контроля Приятного просмотра Даже если ты серьезно облажался, можно сделать вид, что так и было задумано Хотя этому рефери так и не удалось перевести все в шутку, когда он случайно объявил победительницей не ту спортсменку Похоже, наряду с дисциплиной спортсменам пора массово избавляться от привычки выпендриваться на публику Француз Сабри Сидери лидировал и до конца финального раунда демонстративно начал дразнить противника За что и отправился в нокаут Во время оглашения победителя Ливан Шони оказался настолько разочарован 12-м поражением в карьере Что сначала пытался сорвать злость на сопернике, однако был остановлен главным рефери На ринг в это время выскочил тренер-грузина, попытавшийся вразумить своего подопечного И, как говорится, попал под горячую руку, словив несколько ударов Если вы все еще считаете, что женщина это слабый пол То просто посмотрите, как эта спортсменка равнодушно выдерживает удары до тех пор Пока ее соперница не поняла, что это просто бессмысленно С ростом популярности спортсмена неизбежно растет и количество его хейтеров И, само собой, отвлекаться и реагировать на них не стоит Но Флойд Мэйвезер даже во время поединка не может удержаться от обмена любезностями Этот боец, видимо, хотел максимально эффектно доказать всем, кто тут главный на площадке Но слегка перестарался и чуть не пришиб своим сальто парня сзади Встретиться с абсолютной чемпионкой мира в среднем весе Кларисой Шилдс Испытание явно не для слабонервной И хоть сам бой Бельгии кофемки Хермансы выиграла Битву взглядов она выдержала более чем достойно Как бы обидно это ни звучало, но поговорка, что большой шкаф громче падает, иногда оказывается правдой В рестлинге не так ценится сам бой, как сопутствующие элементы шоу Зачастую тщательно отрепетированные Но эти парни, похоже, сами остались в шоке от того, что у них получился такой трюк Исход боя во многом зависит от судей И речь не только о количестве очков Иногда они умышленно допускают натуральное избиение на ринге Но этот рефери не только прервал бой, но и сам рухнул на пол Чтобы защитить от удара голову уже потерявшего сознание бойца Вообще, умение вовремя остановиться – одно из самых главных качеств для профессионала Заметив, что парень зашатался и был уже явно не в себе от мощного удара в голову Его соперник отступил и не спешил радоваться легкой победе Скорее всего, этот боксер был чересчур сосредоточен на предстоящем бое А иначе как объяснить, что он так глупо запутался в канатах? Аперкот эффективнее всего использовать с близкого расстояния Так сопернику сложнее увернуться от удара Но может случиться и такое, что уворачиваться придется и самому нападающему А вообще, хорошее чувство юмора еще никому не повредило Стал бы этот парень так популярен, если бы просто пытался вырваться из захвата И не заигрывал с оператором Внешность часто бывает обманчива И вряд ли кому-то придет в голову сказать этой милой девушке, что ее место на кухне Когда молодая звезда полусреднего веса, Майкл Веном Пейдж И уже прожженный ветеран-евангелиста Сантос Встретились в преддверии своего боя Никто даже и не сомневался, за кем останется битва взглядов Как бы Пейдж не пытался вывести Сантоса из себя Шансов у него все равно не было Заглядеться на красивую девушку само по себе не преступление Но под ноги смотреть при этом все же стоит Карьера Теофима Лопеса могла закончить В популярности ему принесло празднование победы над Витором Фрейтосом После которого он исполнил танец из игры Фортнайт Британский боксер Дэйв Аллен это как раз тот случай Когда взвешивания оказываются фееричнее самого боя Особенно громкими победами он не отличился А запомнился тем, что постоянно появляется на взвешиваниях С внушительной выпуклостью в паху Чтобы смущать своих соперников Один из претендентов на звание чемпиона мира по боям без правил Англичанин Алекс Рейд Неожиданно поцеловал своего соперника Джейсона Барретта Правда тот был остроен не так романтично И бой чуть было не начался раньше времени Однако на ринге Рейд был еще более решителен И стал чемпионом мира в полусреднем весе Сложно сказать, что именно предшествовало этому эпизоду И почему боец в красном никак не отреагировал Когда его таким странным образом донесли и кинули на канаты Американец Крис Барнетт умеет зажигать Несмотря на громадный вес Боец мог бы легко пройти кастинг на шоу-танцы Но почему-то он выбрал ММА Мишель Перейра в своих интервью говорит Что его яркий стиль боя прежде всего объединяет танец и борьбу Когда-то он работал в Бразилии учителем танцев А теперь соединяет хореографию с достижениями своих любимых бойцов Пока соперники переминались по октагону В ожидании кто же атакует первым У одного из бойцов неожиданно сбежала ракушка Оставив его в крайне невыгодном положении В поединке за чемпионский пояс WBO В полулегком весе жарко стало уже на взвешивании Ева Бродницка, боксерша из Польши Решила поцеловать свою аргентинскую соперницу Эдит Солидат Матиссе Во время дуэли взглядов И мгновенно поплатилась за это пощечиной Кассиус Чейни и сегодня по-прежнему непобедим Однако ему уже 34 года А он все еще встречается со слабыми соперниками Но поединки он заканчивает эффектно Тут не поспоришь В концовке первого раунда После затяжной атаки Чейни Выбил противника за пределы каната А когда тот вернулся Тут же оформил еще один удар После чего рефери остановил поединок На самом деле это далеко не редкость Когда рефери не успевает уклониться И случайно ловит удар Но в этот раз судье видимо сильно досталось И соперники не сговариваясь остановили бой Чтобы удостовериться что с ним все в порядке Рестлинг всегда был и есть постановочным шоу Основанным на запредельной жестокости и сексуальности Которых на обычном ринге не найти Но глядя на такое возникает логичный вопрос Где же та грань между обычным спектаклем И реальным унижением человека Издевательские танцы среди боя Почти гарантированно подогревают интерес зрителей И еще сильнее накаляют обстановку Порой вынуждая противников делать откровенные глупости Хотя с другой стороны чем больше передвижений Тем сложнее противнику нанести по вам прицельный акцентированный удар Но до легендарных танцев Мухаммеда Али Этот парнишка со своим дрыганем конечно не дотягивает Скорее всего этим поступком боец планировал вывести противника из себя Но вместо этого сразу же сам отправился в нокаут Женский рестлинг наверное никогда не перестанет удивлять Как такие милые и хрупкие с виду девушки Превращаются в натуральных бестий на ринге И ради победы они не гнушаются даже с самых грязных приемов Не стоит думать что откровенные наряды ринг-герл указывают на их доступность В первую очередь для девушек это всего лишь работа Пока фанаты спорят против какого соперника выступит вернувшийся с пенсии Майк Тайсон Сам он ринулся зарабатывать деньги в прорестлинг и сразу же сел в лужу Когда он безуспешно попытался порвать на себе заранее чуть разрезанную футболку Грозный по замыслу вызов внезапно превратился в сеанс стриптиза в доме престарелых Остается только позавидовать стальному подбородку этого судьи И той невозмутимости с которой он уже пару минут спустя вернулся к работе Кто сказал что раздевать взглядом могут только парни Просто они делают это чаще А так девушке тоже не прочь поглазеть на переодевающихся спортсменов Особенно если это часть их работы Наблюдать как двое бойцов синхронно лупят друг друга по голове Удовольствия сомнительные И хоть это и кажется мягко говоря неправильным Что поделать правилами такое не запрещено Более нелепым чем одновременный нокаут Может быть только синхронный удар в пах От которого оба бойца комично повалились на пол Эти парни оказались в нокауте с завидной синхронностью Один получил от соперника удар в челюсть рукой А второму прилетело локтем Тем не менее победитель все же нашелся Один из бойцов успел подняться до конца отчета рефери Что лучше бокс или борьба Это решил выяснить Мухаммед Али в 1976 году И объявил что заплатит миллион долларов любому представителю борьбы Если тот победит его на ринге И желающий нашелся Сильнейший японский рестлер Антонио Иноки Поединок представлял из себя странное зрелище Так как большую часть боя рестлер провел на спине А Али танцевал на канатах Но это не помешало японцу отбить лоу-киками всю левую ногу Мухаммеда Да так, что после боя боксеру понадобились костыли Кстати, закончилось все это безобразие ничьей Перед этим поединком британский боец ММА Джона Мирс Поспорил со своим менеджером, что выиграет бой Используя так называемого бостонского краба И стал первым, кому это удалось Может самому бойцу это и показалось смешным Но такое поведение в отношении ринг-герл недопустимо И после боя он заслуженно получил выговор от организаторов А на этом у меня все Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его Оставить комментарий, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик Для меня ваша активность это лучшая награда Спасибо за внимание, скоро увидимся, пока